Кто такой? Кто такой Денис Кьюцин? Чем занимается этот человек? И то есть я к этому стремлюсь, чтобы Сибириан стал таким огромным мега событием. Вся европейская ФББ смотрит, думаю, на тебя просто как на человека полубога. А что тогда должно появиться еще на Сибириане, чтобы отгонять неделю? У нас появилась господдержка. Я об этом не разбираюсь. А скажи, чем помогает международная ФББ Федерации России? Понимаешь, я всегда критикую, когда деньги валиваются ни во что. Ну так, Данилов Сергей интересен всегда. Короче, теперь свободное место, топ-1, элит-про. Должны понимать, что люди на бодибилдинг смотрят как на то, кем они никогда не смогут стать. Денис Кьюцин человек, который взял, пришел, каким-то образом перевернул этот спорт в России. И мой первый вопрос. Денис, когда ты решил, почему ты решил сделать этот турнир? Я ехал с турнира по бодибилдингу с чемпионата Сибири в Омске и подумал, можно же сделать лучше. В Омске был хороший турнир, хорошо провели, но я подумал, что можно сделать лучше и подумал, что для этого надо. Я предположил, что молодежь водится за чем-то красивым и, соответственно, турнир надо делать красиво. Должны быть нестандартные решения, хорошая площадка и мы тогда первые, кто использовал экран в России. То есть, для нас экран не применял. Мы сходу стали как в чем-то новаторами. Это было классно. Это был первый опыт, я был очень амбициозен. Сколько стоил первый турнир? Ну, если это не секрет. 3 700, по-моему. 3 700 000. Сколько ты минусанов? 1 800 000. Ну, для меня тогда это были огромные деньги. А ты продолжаешь делать Сибириан с года в год и ты еще, по-моему, ни разу не сработал в плюс. Да. Ну, значимый, по крайней мере, заметный. Единственный плюс, который у меня был, это чемпионат России 2020 года, который мы организовали за две недели, где умудрились сделать и призовой фонд, и банкет, и еще умудрились и в небольшой плюс закрыться. То есть, у нас там что-то было, по-моему, плюс 50 000 ребятам премиум. Очень круто. И что тебя мотивирует продолжать терять свои деньги? Я не считаю, что терять деньги. Я считаю, что я их вкладываю. Я вкладываю в определенную индустрию, я вкладываю в определенный бренд, я развиваюсь. Я, во-первых, нужно понимать, что хобби может быть разное, да. И в чем-то это мое хобби, потому что я хочу сделать, у меня есть амбиции сделать самый крутой проект в мире. Ты понимаешь, что ты уже вошел в легенду, что Siberian Power Pro Show в ежегодном альманахе IFBB. То, что даже американцы смотрят фотографии и сравнивают свои турниры уровня Арнольда, Лос-Анджиес Фитнес Экспо с Сиберианом. Почему я перечислил турниры NPC? Потому что турниры IFBB в данный момент за границей точно ни один, даже близко не может сравниться. По уровню турнира, по организации, то есть, ну, вся европейская IFBB смотрит, думаю, на тебя просто как на человека полубога. Россия подтягивается, ты задал тренд, и то, где бывал я, то есть Питер, Москва, Екатеринбург, да куча городов, где, думаю, еще я и не был, глядя на тебя, начали делать, ну, реально круто. Не, ну это же хорошо, что мы задаем тренды. Нужно понимать, что, понимаете, когда, когда Сибири перестанет развиваться, мне перестанет быть интересного проводить. Потому что мы каждый раз при проведении ставим перед собой какие-то новые задачи. Мы закрыли гешет там со сценами, да, но круче уже некуда, ну, это не знаю, как мы делаем. Смысла нет, складывать больше, чтобы сделать еще круче, это не даст такой яркой, ну, такого эффекта. Мы заморочились с трансляцией. Ну, и день Сибириан по ушел, это всегда интересно, интересно проводить новое, интересно проводить нестандартное, ставить какие-то новые задачи, обхватывать новую аудиторию. Вот последний Сибириан был самый технический, технологичный, это был самый, это был бог организации турниров, среди всех Сибириантов. А насчет остальных турниров, я всем говорю, что не надо сравнивать, Сибириан равняться, ну, нет смысла. Это пытаться нас догнать, как бы, в чем-то, какие-то вещи, да, там, сцена. Ну, очень многие гонятся, например, за экранами, да, проблема в том, что, ну, экран нужно еще правильно использовать. Многие гонятся за светом, а свет тоже нужно использовать. Не обязательно тратить много денег, чтобы сделать круто. Если на уровне рассматривать, что это твое хобби, то, в принципе, даже теряя несколько миллионов, а ежегодно, это недорого. То есть, ну, хобби есть разные, некоторые на виндсерфе катаются, там, по 500 тысяч тратят, на море съездят. Но в самом начале мне один очень умный человек, дядька, сказал такую вещь, говорит, пока это хобби, это не профессиональный. Если ты хочешь, чтобы это осталось после тебя и жила, это должен стать бизнес. У нас очень много говорят про любовь к спорту, у меня, наверное, нету такой мега любви к спорту, у меня, я больше бы поговорил про бизнес. И поэтому я отношусь к Сибириану по-моему шоу, мне нравится его проводить, и в этом это часть моего хобби. Но это все равно в будущем должен стать бизнес-проект. То есть, ну, понятно, чтобы он дорос до уровня бизнес-проекта, его, ну, это еще, представьте, еще очень большая работа. А сколько, считай, нужно времени, чтобы Сибириан стала бизнесом, приносящим тот доход, который бы ты считал адекватным? Вот, представься, ты приезжаешь в Красноярск. Угу. Вот мы сейчас находимся на взлетке. Здесь, помимо МВДЦ Сибири, еще два крупных спортивных комплекса. Угу. В центре находится дворец Ирыгина. На правом берегу, где мы сегодня были по проволоку, мы проезжали в Платину-Марену. И вот ты представься, ты приезжаешь в Сибирь не на два дня, а на неделю. И весь город лудит от одного огромного события, которое занимает все площадки, в том числе и... А что тогда должно появиться еще на Сибири, а не чтобы занять неделю? Это уже почти какая-то Олимпиада получается. Это больше видов спорта, это, возможно, артисты, выступления. Что? Не хватает, во-первых, больше видов спорта. Во-вторых, событийность. То есть, Сибири, он должен стать не просто... Такое, должно стать место, куда... Как на Формулу-1, люди приезжают не только посмотреть гонки, а люди приезжают потусоваться, отдохнуть. И ты, покупая билет, помимо гонок, ты попадаешь на выступления артистов, там еще на что-то, еще на что-то, ты получаешь такой комплекс полностью. И то есть, я к этому стремлюсь, чтобы с Сибири он стал таким огромным мега событием, на который будут съезжаться люди со всего мира, будут отдыхать... Как это незабавно звучит в Сибири в Красноярске, и это будет круто. И когда я до этого дойдусь, и там даже если будет при той же смете, при тех возможностях, будет там рентабельность 2-3%, это будут уже огромные деньги. Безусловно, очень важный момент, мы его не отметили. У нас появилась господдержка, нас очень сильно поддержал регион в этом году. И благодаря господдержке, именно регионально, благодаря нашему губернатору, мы очень сильно скаканули. А получилось, что просто нас заметили, пришли, нас увидели. Я общался с администрацией за всю историю три раза, но мне помогли просто пипец. А ты думаешь, поддержка будет расти, потому что действительно события на уровне региональном, наверное, ну просто сумасшедшего размаха? Ну, я понимаю, что надо... Помимо поддержки, которая будет, нужно, чтобы у нас была отдача, да? То есть, вот я недавно смотрел интервью, где говорилось, что там треугольник, да, там спортсмен, федерация, зритель. Ой, спортсмен, федерация, что-то, партнер. Это на самом деле, что фигня. Есть только один человек, который может уволить генерального директора, это покупатель. Также есть только один человек, который может уволить, уничтожить любое мероприятие, это зритель. Если мы будем не нужны, если зрители не будут покупать, то, значит, его проводить смысла нет. То есть, должно соответствовать, что мы делаем. Понимаешь, я всегда критикую, когда деньги валиваются ни во что. Если нам дают какие-то деньги, мы должны их заслужить, мы должны их отработать. Соответственно, у нас должен быть такой спортивный уровень, который этого стоит. У нас должно появиться событие, сложно говоря, даже здесь. Оно должно быть на открытии и закрытии, на Олимпиаде? Открытие-закрытие, это такой уже шик для нас. Это классно, если это сделать, это будет круто. Но закрытие у нас есть финальное шоу, если мы добавим открытие, и как бы в пятницу соберем спортсменов, мне кажется, это было бы классно. Но помимо открытия-закрытия, представьте, у нас построены сцены, у нас все есть. Человек приходит днем на фестиваль, смотрит спорт, и вечером это все превышается в концерт. А чего должно быть больше, думаешь, в таком случае, чтобы это был такой вот мега интерес? Больше спорта или больше уйти в шоу? Слушай, я знаешь, одно, другое... Нет, у нас просто части второй вообще нет у нас сегодня. И это очень серьезный, опять же, хочу вызов, потому что мы сегодня сцены строим, я говорю, мне звук пофигу, а если мы делаем это под концерт, там уже не пофигу, там уже звук становится основой. То есть, ну, мы усложняем и каждый год, и, возможно, в следующий год мы уже сделаем... Одну площадку, да? Одну площадку уже будет концерт со звуком, как бы, и будет по вечерам пятница, допустим, открытие, вечером концерт, суббота, вечером концерт, после соревнований, воскресенье, финальное шоу, вечером концерт, банкет, как бы, все красиво завязано. Кто такой? Кто такой Денис Кьюцин? Чем занимается этот человек? Все знают, что он появляется на турнирах по бодибилдингу, улыбается, хлопает всех по плечу и потом делает самый крутой турнир. Денис Кьюцин, давай, просто очень коротко. Откуда появился в жизни бодибилдинг? То есть, к нему все нужно было прийти. И чем ты вообще занимаешься? Кроме Сибериана. Ну да, наверное, все знают только Сиберию. На самом деле, бодибилдинг у меня появился с детства. Я смотрел те же турниры «Мистер Олимпия», я смотрел тот же силовой экстрим, который постоянно показывали. И я ходил в тренажерку. У меня тогда так получилось, что отца какое-то время посадили, в начале 90-х. И я ходил в тренажерку, в спортзал. И были все эти, Беларнольд Шварценеггер, ну, как бы на фильмах, на журналах, на тех кассетах с Олимпией, которые мы когда-то смотрели. А если говорить сейчас, то все просто. У меня, скажем так, есть свой бизнес, я занимаюсь снабжением, мы грузим огромное количество компаний по всей России. И у нас примерно там конфлидированный оборот по группе компаний в районе 500-600 миллионов долларов. За счет этого бизнеса, в принципе, я и провожу Соберянку. Ну и сейчас появились магазины спортивного питания. Мы развиваем свою линейку с помощью Руслана. Поэтому, как бы, одно другое дополняем. Ты же выступал по бодибилдингу? Да, я выступал по бодибилдингу. Ну, у меня всегда отставали ноги. Я сделал неплохую форму. Но самое главное, что у меня была самая крутая произвольная программа, которая, которую, наверное, можно, ну, в один ряд с Вишневским не поставишь, и с Ешанкиным. Но я брал какие-то движения у каждого, которые мне нравились, и мы его объединяли в одну кучу, и получилось очень круто. Всегда, когда я выступал, хоть у меня не было суперобъемов, не было суперформы, но всегда аплодировал жалы, всегда он вставал. Это основная задача бодибилдинга, наверное, да? Основная задача. Чтобы спортсмена ждали, и ему хлопали. Чтобы его любили. Самое главное, понимаете, человек может быть бесконечно знаменитый, он может много давать информации, но если его не будут любить, то от того, что его все знают, он не будет продавать, соответственно, его услуги не будут покупаться, соответственно, любое с ним взаимодействие будет низкоэффективным. То есть, и, соответственно, не будут приходить. Если спортсменов не любят, то на соревнования люди приходить, болеть за спортсменов не будут. Ну что ж, надеюсь, сейчас ты не будешь, как обычно, добр и мягок. Скажи, пожалуйста, кто сейчас, в тот взгляд, самый интересный, или пару самых интересных бодибилдеров АФББ в России, потому что ты смотришь, ты приглашаешь на турнир, определенных людей ты хочешь видеть. Вот кого бы ты хотел видеть на Сибириане следующего года? Слушай, ну, вот давай так, вот помимо тех, кто у нас выступает, да, у нас вообще очень большая потеря этого гольника. Это прям трагедия для меня была. Ничего, я думаю, скоро вернется. Вполне возможно. Но я бы хотел увидеть Мартынкина. Наверное, вот из того, парень, который выиграл в ЛГП, маленький, элит про лиги, я вот не помню, как зовут, но мне интересен Фин, Михаил, по-моему, тоже Михаил, вот, начинается. И мне интересен парень с Дубая, ой, не с Дубая, с Кубы, по-моему, на Кубинице. Что еще у нас такое? Ну, мне интересно, как спрогастируют Кузнецов и сможет ли кто-то в следующем году бросить вызов у Ковцу? Тоже такой вопрос. Если говорить про бикиня, то у нас получается золотая, золотая, и выйдет ли я на Кузнецова, было бы интересно посмотреть, сможет ли она вернуться. Есть несколько девочек, которые, я думаю, могут уже есть, составить конкуренцию в следующем году. Поэтому тоже такой интересный вопрос. А Данилов Сергей, какой к нему был интерес для его габаритов, да? Слушай, я тебе скажу так, Данилов Сергей интересен всегда. Данилов Сергей интересен как спортсмен, Данилова Сергея хоть в свое время его хайпанул, как бы так, что на него накинулись все. Любое видео с Даниловом Сергеем всегда наберет на феноменах просмотра. Кодос любой, выкладывая Жанилова, он фактурный, он мощный, это один из самых интересных спортсменов. Я часто говорю, что мне даже может быть интересны не сильные спортсмены, мне интересны спортсмены, которых любят зрители и которые заходят. заходят. Потому что у меня подход с точки зрения бизнеса. А ты готов платить спортсменам, чтобы они пришли выступать? То есть, есть ли в этом коммерческий смысл, например, в будущем? Раньше у меня была история, что я оплачивал переезды, перелеты. Но сейчас я вкладываю в первую очередь призовой фонд. Я считаю, что спортсмены должны приезжать. Я хочу к такому прийти, чтобы они приезжали и понимали, что у них там, грубо говоря, однушка, вот, на кону стоит. И тут не нужно быть добрым, тут, блядь, нужно готовиться, пахать и пытаться всех порвать. Иначе либо ты возьмешь, либо ты не возьмешь. И даже, я вам скажу так, даже когда Илья Луковецов был такой момент в этом году, он сказал, Денис, да мне деньги, в принципе, не принципиальный, турнир крутой был. Типа, я просто с Верой считался только неделю назад до конца. Я говорю, нет, я все равно говорю, тебе все отдам, потому что есть обязательства, которые надо выполнять. Это все равно важный момент, это большие деньги. Он выиграл миллион, он его получил. Но я не знаю, за миллион квартиру, конечно, не купишь, но за пару миллионов. В Горуссии можно точно. Скажи, ты не считаешь ли, что определенным спортсменам пора ставить контракт, как есть у про, там, например, они готовятся на Сиберян, тогда они обязаны оказывать определенную медийную поддержку, как условие контракта выступления на турнире. Я считаю, чтобы не только был Сиберян для спортсменов, но и спортсмены для Сиберяна. Я считаю, что у меня есть определенная идея, связана в первую часть с продажей трансляции, где, возможно, мы это попытаемся реализовать в следующем году. Я это вижу через реализацию трансляции и выплату определенных процентов участников. Мы в этом году это реализовывать начали, у нас получилось, мы понашли свои ошибки, были плюсы, были минусы, но как бы в следующем году мы сделаем лучше. Какие еще есть мысли нереализованные, которые бы ты хотел сделать, если это не секрет, если это не то, чем можешь поделиться с другими? Да я не знаю, сложно сказать. Я хочу привлечь азиатские страны, это пока не реализовано, для нас это мертвый рынок, нас там не знают, мы там никого не знаем, нас может быть уже знают, но у нас нет контакта. Я знаю Пол Чуа, если вы согласуете, он даст спортсменов. Все, то есть нам очень нужны сейчас рынок Азии, потому что он огромный, он развивающийся. Нам не очень важно сейчас количество иностранных спортсменов и количество стран. Может ли быть например в этом грядущем в Сибириане какие-то спецусловия для иностранцев, чтобы мотивировать их приехать? Есть ли топовые? Я говорю не то, что платить, у меня наоборот без взносов к примеру иностранцы. Если это есть определенное без взносов мы не можем сделать, так как федерация не даст, у нас есть контракт с FBB, да? А FBB России или какая-то? FBB международная. А FBB международная не считаешь, что должна соснуть хуйца за поведение свое? Нет, я считаю, что это вполне нормальная история, что у нас очень хорошие условия, но мы просто должны их выполнять. Мы все прописываем, к нам очень лояльно относятся, нам очень сильно помогают. Я в этом не разбираюсь, а расскажи, чем помогает международная FBB Федерация России? Чтобы так сказать, я не буду говорить, чем помогает, ну, это очень, давайте так, я не буду влезть в этот вопрос, не буду меня вращать, потому что он очень большой и в пару слухов его не ответишь. В том числе, благодаря этому у федерации появляются возможности федерального финансирования. и у нас в том числе благодаря этому появляются ряд возможностей. Потому что это федерация международная федерация, международный вид спорта как бы? Да. С этим связано? Да. Как только мы уйдем из федерации, у нас сразу появятся, мы сразу просим. Я вот, наверное, не сказал, ты задал такой вопрос, что я планирую в следующем году. Я хочу выйти на федеральные каналы. Я хочу, чтобы у нас была прямая трансляция на федеральных каналах, но это создаст очень большие сложности для спортсменов. По причине? Опоздал, не успел, не имеет значения. А тебе не кажется, что давно пора сделать так, что опоздал, не успел, прости, прощай? Я слышал в восклике недовольность спортсменов, что их кто-то там где-то не подождал целый час этого великого господина. Ну, я, конечно, утрирую, может быть, но что, ну, регламент он для всех. Денис, твой любимый спортсмен из золотой эпохи. Вот ты же качался в свое время, ты ставил позицию. Варф, конечно. А кто еще? Давай, кто еще? Я почти никого не знаю. В смысле? Ты смотрел Олимпии, ты сказал? Ну, слушай, ну, я смотрел, я восхищался Дорианом Ядцем, Роне Колуманом, но это уж не золотой эпохи. Это 90-е годы. Ну, да. Это уже так. Ну, давай, окей, не золотые годы, просто. Кевин Леврон для меня был вообще каким-то богом молодым. То есть тебе нравится харизма спортсмена, определенная монструозность его... Я считаю, что будет любезно он интересен, пока он монструозный. Если он будет не монструозный, большой бодибилдинг никому не нужен. Должны понимать, что люди на бодибилдинг смотрят как на то, кем они никогда не смогут стать. Дай пять советов спортсменам, которые ты видишь как организатор, чтобы они стали более популярными, востребованными, обеспеченными за счет этого. Ну, прям давай, прям, я не знаю, можно с каких-то банальных вещей, типа, знаешь, переходи дорогу на зеленый свет. Быть человеком в жизни в личном общении и в публичном общении это самый, наверное, главный совет. Чем считаешь связан его переход? Слушай, ну, вообще, на самом деле, я не считаю, что его переход-то плохо. А я не говорю, что плохо, наоборот, хорошо, возможно. Достойно. Я прям зауважал его. Для меня это плохо, да, что у меня теперь нету прижанников, как спортсмена. Ну, зато какая будет интрига и борьба появится теперь. Теперь у нас появляется интрига, мы будем, у нас появятся новые спортсмены, новые лица, новые имена, освободился, освободился, скажем так, вот, проход особый, как-то не проход, дорога. Короче, теперь свободное место, топ-1, элит-про. Да, и будет интересно, кто сможет взять, луковец или фидерс. А может ли Кузнецов дотянуться? В теории, да. И Киросимов может, и Сазонов может, такое, ну, как бы, сейчас становится такое очень... Как судья, скажи, пожалуйста, что нужно Сазонову, Михаилу, чтобы стать лидером элит-про? Слушай, ну, сложно сказать, что ему нужно, но... Ну, как, сделать уже талию, шире спину, круглее бедра? У него широченная талия, с точки зрения, у него... Единственный момент, у него бедра достаточно широкие, да, но у него нету проблем с прессом и с животом, у него достаточно узкий, относительно бедер, у него достаточно узкая талия, и относительно плеча, тем более. Единственное, чем можно поработать, ну, не знаю, как это вообще можно исправить, это форма ног, да, что латеральная, получается, более округлые бедра. Округлит бедра. Если он это сделает, он, я думаю, выйдет сразу на другой. у него единственный такой, у каждого спортсменного недостаток, у него единственный недостаток, это у него пресс, хотя в этом году я увидел у него пресс, да, обычно у него его, когда он даже очень сухой, у него его не видно, и бедра, бедра, вот, нижняя часть бедра, если она будет более выпуклая, это будет очень... Кузнецов? Кузнецов, бицепс на сушке, разделение бицепса, как бы, вот, если он это проработает, что еще, мне Кузнецов очень нравится, мне он нравится своей харизмой, чуть-чуть объемов, бицепса, что я могу сказать про Кузнецова, разделение бицепса, бицепса, да, в козе двойной спереди, и объемов чуть-чуть добавить, общая масса, Герасим? Герасиму еще расти и расти, ну, давай так, он, вообще-то, вообще-то ему не 21 год, он выглядит очень молодо, многие считают его супер, таксером, рам, 24, разве? Или 25, что-то, молодой, очень молодой, он молодой, здоровый, он, у него хорошее, свежее мясо, он очень сильно прибавил с прошлого года, но, я думаю, что, тут тоже, только, Герасиму жесткости и мясо, ему даже не надо ничего в пропорциях править, жесткости и мясо, конечно, если он добавит ног в пропорции к спине, то это будет круто, но, сейчас, как, Денис Капустин как-то раз сказал, что, вот, говорит, вспомните какого-то спортсмена, там, из золотой эры, за что его запомнили? У кого были самые большие ноги? Он 94-го года рождения. Ну, 94-го, ну, вот, 28 лет. Ну, я прям пацан, я не прям пацан. Это еще ребенок для бодибилдинга, бодибилдинг и спорт, таких уже старых коней. Про что я знаю, а, ну вот, про то, что если у тебя что-то прогрессирует, не качать ты это, пусть прогрессирует дальше и лучше. Тебя за это запомнишь, запомни кого-то за лучшие ноги, за лучшие руки, кого-то там еще, то есть у каждого спортсмена, у меня вообще цель, чтобы на Сибириан просто попасть в финал, попасть в десятку, это уже было чем-то сопоставимым с попаданием. Топ-10 арепет, типа, да? Да. Я, я, конечно, говорю очень амбициозно, но нужно понимать, что когда я Сибириан начинал, говорил, что ко мне приезжает вся Россия, все надо мной смеялись, ко мне же приезжает вся Россия, ко мне приезжает, ко мне, у нас было 200 заявок из 40 стран, где слезы бегут, когда я это вспоминаю. Потому что всем нужно делать визы. Нет, мы сделали больше 60 виз, успели получить. Так, кто у нас остался еще из спортсменов, которого мы ставим, метим на топ? Луковец. Бажо, Луковец, Луковец красавчик, Луковец он добавляет постепенно, я даже не могу ничего сказать про него. Я помню, он приезжал в 19-м году, и мне до первой понравился у нас бодибилдинг, это был первый эксперимент в финальном шоу, и он прям удался. А Луковец, Луковец, я очень, я очень хорошо, почему-то всем спортсменам отношусь к бодибилдинге, топу. И для меня они все как вот друзья, не знаю, как это. Луковец молодец, он растет, он умудряется все равно прогрессировать, у него нету проблем с талией, это очень важно. У него он так хорошо сложен, аккуратно, кругло, прям не знаю, что-то нужно сказать. Очень круто, мне очень нравится, как выглядит Бажанов, мне очень нравится, что он волосатый. Волосатый? Бодибилдер волосатый, это редкость, это прям... Ага. Это прям, это прям это, то, что бросается в глаза. Бажанов очень фактурный, и он очень хорошо заходит людям, это очень-очень важный показатель. Он будет нравиться всем. То есть... А знаешь, за что, я еще про кого хотел отдельно упомянуть, хоть он, конечно, нас предал, ушел в NPC-про, в BB-про точнее. Халюль. Ну, слушай, ну Ромка выиграл мир, что еще делать было? Я когда в 2019 году, когда я был... Он выиграл мир 2019 года, не факт, что он выиграл 2020. То есть он что? Мир 2019 года. Я был на этом мире, но тогда они, когда все перестали освещать бодибилдинг, я взял всю свою команду и повез всех в Дубае. И мы единственные, кто снимал чемпионат мира 2019 года. И Рома потом, Джабелов приехал еще. И когда заиграл гимн России на чемпионате мира, это было нереально круто. Это прям... Я помню, я стоял и плакал. И это благодаря Роме Халюль. А почему вы считаете, что предал? Раньше, смотри, до разделения... Я приханываюсь. Нет, нет, до разделения федерации, каждый наш функционер из главных, как только наши ребята попадали в ПРО, бегали, хлопали в ладоши и радовались. И в один день, в один день это превратилось в предательство. Хотя никто из спортсменов не делился. Разошлись Мэниен и Сантоха. Это их личные дела. По сути, знаешь, по сути, вопрос же не в том, призовые. Спортсмены, призовые должны соответствовать уровню спортсмена. Вот сейчас у нас призовые очень высокие. И я их специально держу очень высокими, чтобы смотрели другие люди и понимали, что тут можно заработать. И когда кто-то говорит, что 300 тысяч на подготовку больше, знаешь, да большинство ребят, которые выступают, борются за эти 300 тысяч или миллион, у них уже такой уровень, что у них там... У них все бесплатно. У них все бесплатно. У них все бесплатно. Нет, у них все бесплатно. В том числе и поездки на... Они обычные люди, а нельзя. Они гречку тратят. На гречку и куриную грудку, когда их дают. И то, на самом деле, и гречку, и куриную грудку, и яйца, и белки многим готовы обеспечивать тоже бесплатно. Да. Ну, на самом деле, так и есть. Надо понимать, что бодибилдинг не в той стадии. То есть, во-первых, спортсмен за счет медийно хорошего турнира, выступающий, имеющий титул, хорошо зарабатывает как спортсмен. А во-вторых, он обеспечен питанием, спортпитом, всеми витаминами, добавками, поездки оплачены. Все. То есть, он хорошо зарабатывает. Это успешный человек. Расходов на бодибилдинг у успешного спортсмена ноль. Все зарабатываемые деньги остаются ему в карман. Да. И это действительно правда. Да. И плюс у него получают дополнительные возможности по продвижению себя, своего заработка на ниве спортивных тренировок и прочее. Если ты получаешь топовый какой-то контракт, и у тебя большой подписчик, где что в сети хорошо, то ты можешь, в принципе, реально получить хороший контракт сегодня. Слабость характера у людей. У бодибилдинга нет этого бича. И ребята многие занимаются, потому что хотят стать лучше, чем они есть. У них, наоборот, очень высокий уровень самокритики, который заставляет их двигаться вперед. Ну, на сушке ведут себя зачастую очень неадекватно. Потому что на место их не ставят. Ну что ж, друзья, с вами был Денис Киюцин. Если вам было приятно и интересно слушать, поставьте лайк внизу под этим видео. И, конечно же, напишите, что еще нужно, чтобы бодибилдинг начал выходить на новый уровень, на популярность. Чтобы мы увидели много юниоров и юниорок на сцене. Спасибо, что вы смотрите, спасибо, что вы занимаетесь этим спортом. Он действительно восхитительный. Мы желаем вам всего доброго.